Житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника Память 30 марта Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синаи, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Священная гора Синаи служила убежищем для христианских подвижников с половины 3 века, укрывавшихся здесь от гонений. Других суда уводили в плен сарацины. В 4 веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить. А зашедшие сюда случайно из пустыни Аравийской спешат удалиться в места, оживленные присутствием животных. В окрестностях горы Синая находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества. И в одном из них, Фола, много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Истиниана I подвижники Синайские не имели монастыря. У них были только одна крепкая башня, и близ нее небольшой храм, построенный равнопостольную Еленою. В 557 году при императоре Истиниане по просьбе иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святой Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный судославу и иноческого жития синайских подвижников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники-жизнеописатели. Инок Даниил прямо говорит, «Какой город и страна возрастили и воспитались его доблестного подвижника, до его подвижничества точно и достоверно сказать не могу». И дальше продолжает, «А какой город ныне имеет обитателем и питает нетленную пищу всего всечудного мужа, то мне не вовсе неизвестно, ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец святой апостол Павел, «Наше жительство на небесах». Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойное воздаяние за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога стоит уже на прямом пути. А как Иоанн ради сего невещественного блаженства трудился в воинственном теле, об этом продолжает Даниил, я расскажу со всей ясностью. Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу – на гору небесную. Видимо, вошед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных от раковицы, как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню, и, восприяв на себя благолепное, смиренно-мудрее, при самом вступлении в иноческую жизнь внимательным рассмотрением отгнал от сего-сего обманщика самоугодие и самоуверенность. Подклонив свою выю, он верился искусному духовному наставнику, желая под его руководством безбедно прийти опасную почину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести между иноками, как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености, Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту и не превозносился своим любомудрением, смиряя себя для Бога. Наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о том Синхрон, был Ава Мартирий. Когда на двадцатом году его жизни Мартирий пострих Иоанна в иноческий образ, то Ава Стратигий в тот день предсказал о нем, что он будет великим светилом вселенной, что потом и сбылось. Однажды Анна Мартирий с учеником своим Иоанном пришел к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасий сказал Аве Мартирию, «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто пострих его в иночество?» «Раб он твой, отче, и я пострих его», — отвечал Мартирий и сказал Анастасий с удивлением, «О, Ава Мартирий, ты пострих игумена Синайской горы!» В другое время, также взяв с собой всего Иоанна, наставник его Ава Мартирий пошел к великому старцу Иоанну Савваиту, который жил тогда в пустыне Гудийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, омыл ноги Иоанну и облабызал руку его. Аве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Савваита Стефан спросил старца, «Почему ты так сделал, отче, не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал?» На это старец ответил, «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок, принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги». Таковы были пророчества святых Синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время. В продолжении девятнадцати лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь, предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю, как пишет о том инок Данил. Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разрушение твердынь дьявольских. Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в восьми верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобной провел сорок лет, в трудах, горя божественную любовью, непрестанно распаляемой ее огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, который он там проходил тайно? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатое добродетелями житие всего преподобного. Вкушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не провозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать ластолюбивых страстей, то есть объедения, самую скудостью трапезы, взывая ей, умолкни, перестань. Пустынно житием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угошал пламень пищи плотской, так что, наконец, он покрылся пеплом и совершенно угас. Сребролюбие, которое святой апостол Павел называет и далопоклонством, сей доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. В праздность и ленность, которая расслабляет, умешляет душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом, памятью смертною. Сети и узы, всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез, а раздражительность еще прежде умешлена была в нем послушанием. Редко посещая кого-либо, а еще реже говоря что-либо, он этим самым умертвил подобную паутине пиявису тщеславия. Что же скажу, продолжает инок Данил о его победе над гордостью, что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положился и новый веселил, послушанием и которую довершил Господь, Царь Небесного Иерусалима, посетив его присутствием своим, ибо без его присутствия не могут быть низложены дьявол и его полчища. Но где помещу в венце этом, продолжает Данил, который соплетаем преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим не у многих, и до ныне известно сокровенное место, где источались слезы сии. Это весьма тесная пещера в некотором уединении и подгорье, находясь на таком расстоянии от кельи Иоанна и от других кельей, какового было достаточно, чтобы не быть услушанной людьми и заградить путь к тщеславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, сделалась близко к небу от воплей, рыданий и призываний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами или жгут раскаленным железом и лишают очей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Пред сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, нареченную Лествицей, от которой и сам впоследствии прозван был Лествичником. Писание книг служило для Иоанна средством прогнания уныния, да и вся жизнь его была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу, ибо днем и ночью, созерцая его, как в зеркале, в чистоте и непорочности не хотел, или точнее сказать, не мог он носить тет со всем созерцанием. Некоторый инок по имени Моисей, ревнуя добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подкреплении своей просьбы, Моисей просил ходатайствовать о нем и некоторых честных старцев. И они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисей от внезапной смерти, святого же Иоанна избавил от печали. В то время преподобный Иоанн находился в своей келье, и вот на него нападает легкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну, «Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности». Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер, и ученик возвратился со своей работы, то Иоанн спросил его, «Не случилось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?» Тот ответил, «Когда в полдень я спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, отче, зовешь меня». Смиренно мудрый Иоанн прославил благого Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исаакий был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к всему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исаакию, «Станем, друг мой, оба, на молитву». И еще не кончили они свои молитвы, и страждущий брат лежал еще поникший лицом на землю, как уже Бог совершил по желанию святого угодника своего, ибо блудный бес отбежал Исаакия, прогоняемый как бы бичом молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова, «Желание боящихся его он исполняет, и молитву их услышит». А болевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился, причем благодарил и Бога, прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самим делом всем доказал, что все может не только словом, но и молчанием пользоваться в укрепляющем всех Иисусе Христе. И он соблюдал молчание в продолжении целого года, не сказав им одного слова. Так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать присно текущий источник пользы, и пришедшие к нему умоляли опять и отверстия свои благоголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, девясь его преуспеянию во всем, как некоего новоявленного Моисея, силой возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив таким образом сей светильник на начальственном свечнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божией и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверст уста свой для принятия слова Божия, привлек к себе дух и из благого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Итак, после сорокалетних иноческих подвигов, Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственном свечнице, замечает Инна Гавриил. Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестных по имени, рассказывает, что немного спустя, после поставления Иоанна в игумены, пришло к ним в обитель около 600 странников. Когда все странники с Синайской братья сели за стол, явился неизвестный распорядитель, обедетый в белую тунику, подобную еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Добоевающим инокам преподобный Иоанн сказал, «Перестаньте искать, то святой пророк и законодавец Моисей послужил в этом, ему принадлежащем месте». В одно лето в странах палестинских было бездождие и великая засуха, а крестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться к Богу, а не спасла ни дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь, и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной. Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братью Синайской обители, этих своих духовных израильтян. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душой в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом Дольнего Иерусалима. Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его, Ава Георгий, стоял перед ним, проливая слезы и говоря, «Ты оставляешь меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, Господин мой, не станет и сил моих пасти в твою святую дружину, и вот напротив того я предпосылаю тебя». И сказал на это святой Ава Иоанн, «Не печалься и не тужи, если я обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Сие и сбылось, ибо в десятый месяц по представлению блаженного Иоанна Иоанна Георгий, брат его, отошел ко Господу предстоять ему вместе с братом своим преподобным Иоанном во славе святых, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веке. Аминь». Святою обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более четырех лет, но как кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого Лествицей, от которой и сам Иоанн получил название Лествичника. Повод написания Лествицы был следующий. В расстоянии двух дней пути от Синая находился Раивский монастырь, расположенный в весьма живописном заливе Черном Многоморе. В то время, когда Синайскую обитель управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раивской обители был также святой Иоанн. Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления веренных ему для спасения душ, игумен Раивский написал Лествичнику послание. В котором от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни. «Зная Твоем о Господе во всем беспрекословно и всеми добродетелями украшенное послушание», писал святой Иоанн Раивский Иоанн Лествичнику, «мы маломощные, обращаясь к Тебе как к общему всех отцу, как к старейшему пред всеми подвижничеством и силой ума, и как к превосходному Учителю всем нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих, не откажись неленностно, Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию, как истинно велики во всех избравших того ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть, ибо известна Тебе, священная подлинная глава, что лесть нам чужда и что повторяем только утверждаемое всеми. Потому и уверяем себя, Господи, что скоро получим и облабызаем ожидаемые нами достатчет честные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестница стоит на земле, которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержателей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лествице, то ни тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но на самом деле и в самой истине непогрешительное восхождение к Богу. Возмогаю, Господи, да честнейший отче! Преподобный Иоанн имел настолько скромное себе мнение, что это его послание Раисского игумена смутило. Преподобный ответил ему также посланием. «Получил я, – писал лестничник, – ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобою почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, превышающее силы мои. И я скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть в себя иго послушания этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о всем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся. Но по велику богоносные отцы наши и истинного видения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающие наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня, со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления. Тебе же, начало вождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить ею очертания, и как исполнителю скрыжелей духовного закона восполнить недостаточного. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезного, вплоть сего с благодарностью вменить превосходному нашему начальнику, а мне и спросить у Бога воздаяния за одно исполнение труда, потому и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. Посему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое Лествицей. Сочинение преподобного Иоанна названо Лествицей, потому что святой Иоанн Раевский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы Лествицу утверждений, которое желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого ее составителя, по мере скудного ведения, которое дано мне, пишет святой Иоанн, соорудил для Лествицу восхождение. После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступени. В предисловии к Лествице смысл этого названия объясняется так. Стремящимся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо, шествуя с ним путем, найдем, что книга сияния погрешительно, как бы за руку, ведет следующих ей, и несомненно представляют утвержденную Лествицу от земного святая и показывает на вершине ее утверждающегося Бога. Подлинно, весьма превосходно, рассудил устроивший нам восхождение равночисленное Господню возрасту по плоти, ибо в образе 30 дней Господня Совершеннолетия знаменательно соорудил Лествицу из 30 ступеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Таким образом, творение преподобного Иоанна названо Лествицею, потому что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству, и есть верное и надежное руководство к духовной жизни для ревнующих о благочестии спасений своей души. Лествица, хотя и написана, собственно, для иноков, и потому всегда была настольной книгой для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочим, Феодор Студит, Иосиф Володский и другие, ссылались в своих наставлениях на Лествицу, как на лучшую книгу, тем не менее, в ней можно найти спасительное руководство их для христиан, живущих в мире. Первую ступенью Лествицы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей, веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествичника, выслушаем наставление его о тщеславии. Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь, благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побуждаю с любочестьем и, переодевшись, худую тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадая во власть тщеславия, молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни, это тернир, терния, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на самом деле более старается укодить людям, чем Богу. Ублажающий нас прельщает нас, говорит Прожок. Люди высокого духа сносит обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бронит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бронит, как бы несносным самому себе, но кто, обесчищенный другим, не уменьшает своей любви к нему, кто превозносится природными дарованиями, думким умом, высокой образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не постигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашимся его позором страшного суда, возносящийся смириться даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше сказать, обольстители наши, начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят, или что для нас делают. Вообще, листвица святого Иоанна отличается глубокой духовной опасностью и опытностью, с которой соединено глубокое знание священного писания, редкую мысль высказывает лествичник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на святое писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В немногих словах выражает многое и потому полно силы. Потому та лествица святого Иоанна была всегда настольной книгой для иноков, живущих в общежитии. Слез твоих теченьми пустыни бесплодное возделал Еси и иже из глубины воздыханиями во стопут трудов уплудоносил Еси и был Еси светильник в селении. Сияют чудесы Иоанне, Отче нашим, моли Христа Бога спастись душам нашим. Достойная святого истину Боже, Дитя, Богородицу, Крисного земною и Меряне поручную и Матерь Бога и Снежную и Снежную Херубин и Славничную без сомнения Серафим без истрелия Бога Славночную Субтитры создавал DimaTorzok